Всем привет! И кто же, вы думаете, будет нашим сегодняшним гостем программы? Барабанная дробь, считаю, до трёх. Раз, два, три. Никто не угадал. Поэтому встречайте Магду, выпускницу шестого потока курса «Новая речь, новая жизнь». Даже не хватит целой книги и тысяч слов, чтобы описать этого невероятного, замечательного человека, после общения с которым у вас словно появляется второе дыхание. Вы забываете про все неурядицы, проблемы, и возникает желание свернуть горы. Магда вас озаряет солнечной, позитивной энергией. Также хочу отметить, что сбылась её заветная мечта, и она сейчас также является одним из кураторов на курсе. Это, кстати, ещё один повод, чтобы записаться. Let's go знакомиться. Магда, привет! Лёша, привет! Очень рада. Очень так неожиданно, на самом деле, то, что решили взять у меня интервью. Очень приятно. Я давно хотела, если честно. Великолепно. Вот сейчас мы этим как раз и займёмся. Магда, сейчас, пожалуйста, буквально в двух словах расскажи о себе, про свои хобби, увлечения, карьеру, с какой страны, где работаешь. Фу, так, ну, начну я с того, что сама я родом с Москвы, хотя у меня корни из Судана, но родилась именно в Москве. Так, далее. По поводу карьеры. Я до этого работала в сфере отелей, в отделе продаж, и это была очень интересная работа, в том смысле, что там было постоянное общение с клиентами, но оно было достаточно напряжённым. И я очень долго там находилась, порядка, наверное, нескольких лет я замыкала из себя и поняла, что надо что-то иметь. Ну и, собственно, пошла вот на курс очередной. Я проходила огромное количество курсов. Ну и решила уже, не знаю, 20-30 раз ещё раз попытать удачу, как говорят. Ну, в принципе, как-то так. Ну и я курс прошла и вот сейчас занимаюсь аккуратерством, что мне очень нравится. Великолепно, великолепно, маг, да. Наверное, одно из сильнейших таких вот осознаний, которые у меня были, это когда мне было 6 лет, и я уже пошла в школу. И меня много куда не брали, потому что видели эти сильные тики. У меня тики уже были с самого детства. И это было для меня тоже испытание, потому что я ходила на разные собеседования с мамой в школу, не могла ничего сказать. Начинались тики, и мне зачастую ставили ходягу и поддаёмся на самого человека. И надо было часто работать с психиатром. Ну, вот это меня как-то очень сильно развернуло. Я правда стала думать, что я больной человек. По поводу школы, ну, конечно, сложности были. Особенно, когда ты приходишь в класс. В детский садик я не ходила, меня туда просто не взяли на заиквание. И я когда уже пошла в школу, были большие сложности с одноклассниками, потому что общаться хотелось, а не получалось никак. И я уже чуть ли не общалась жестами. Естественно, мне, кстати, очень повезло с моими одноклассниками. Они меня не обижали, угрознили ничего. Но вот эта вот жалость меня всегда очень сильно раздражала. Когда, например, все встают, начинают что-то читать, какой-то привык из книги или рассказать стих. Для меня вот сам факт того, что надо было разговаривать, меня вводило не то, чтобы в память, а в какой-то такой первобытный ужас, наверное. То, что мне легче было пройти все какие-то пытки, которые есть, чем ответить в школе, просто даже прочитать одно предложение. Я даже не могла выдвинуть. Вот. Ну, я училась очень хорошо. Я быстро достаточно схватывала материал. Закончила я физмат. Пошла я туда только по одной причине. То, что русский литература надо было очень только разговаривать. Да. Это я так немножко не то, чтобы себя пожалела, но мне, в принципе, математика была на тот момент и физика более близкими. Ну, и потом у меня началось поступление в ВУЗ. Я закончила российский георазведочный университет по специальности экономист в сфере геологии. Это очень интересно, очень здорово. На тот момент мне это очень нравилось, потому что постоянно какие-то исследования, расчеты, аналитики. Я обожаю аналитику. И там тоже были сложности. Там, чтобы зайти в деканат, меня запомнили с первого дня. То, что, ага, если Макта заходит, значит, минут на сорок, в принципе, можно останавливать всю работу деканата. Как бы мы просто слушаем один вопрос. Порядка там двадцати минут. Как меня там только не корюжило, это ничего не сказать. Это течи, это пчелы изо рта. Я падала в облике перед напряжением деканат. Ну, не знаю, это такая бесконечная история. Сейчас я, конечно, это уже вспоминаю с таким юмором. Тоже самых неприятных моментов был, когда мне было, наверное, 17 лет. Мы пошли в большой компанию друзей гулять. Парк Горького. Это один из таких больших популярных парков в Москве. И всем захотелось как-то есть свежий воздух. И все решили купить там что-нибудь поесть. А мой на тот момент молодой человек, он сказал, ну, слушай, давай сама купи. Если не можешь купить, тогда будешь голодной. Ну, что вы думаете? Я ходила голодная, потому что я не смогла справиться для меня с этим стрессом, когда на тебя смотрит компания знакомых, малознакомых, молодой человек, который просто цокает языком. Он типа, ну, серьезно, даже вот так. Вот. Ну, это было очень приятно и обидно. И как бы, ну, я не хотел, чтобы у меня жалеть, чтобы что-то покупал, потому что я сама это не могу. Ну, ходила голодная, потом очень много плакала. Ой, Магда, ужас, конечно, что было. И слава богу, что это все осталось позади, в прошлом. И сейчас новая жизнь. Отлично. Это точно. Еще тогда вопрос. Что стало последней каплей? Что окончательно подтолкнуло тебя записаться на курс? Какое это событие? Что ты поняла все, я так больше жить не могу. Так как я занималась отчетами различными, аналитикой, все это в духе, я как-то поймала себя на мысли, что время 11 часов ночи, я нахожусь на работе, никого нету, а я вроде и много всего сделала, и ничего. И мне стало очень досадно, потому что я из-за своей реки, из-за своих каких-то страхов, я не могу себе позволить чего-то большего. а я знаю то, что у меня большой потенциал. Но я не знаю, как его применить. И мне стало досадно. В итоге я ушла с работы в 3 часа ночи, в 7 часов я уже была на работе, осенью спала. И вот просто я настолько устала, даже сказала бы, затралась, правда, от того, что ну вот, надо что-то менять. А так страшно. Но меня всегда очень спасал мой такой дикий какой-то позитив, потому что из любой проблемы я увижу большие плюсы, даже если это реальная проблема, я в любом случае сяду, подумаю, а, ну тут есть свои плюсы, ничего страшного. Это меня искренне очень хорошо спасало. Поэтому тем ребятам, кто будет нас смотреть, могу сказать одно. Оставайтесь в хорошем расположении духа. Попытайтесь видеть что-то более позитивное в каждой ситуации. Это есть правда в каждой ситуации. Просто надо уметь это вычленить. Надо. Всегда с улыбкой, всегда на позитиве. Как сейчас у нас выступает Магда, сияет. И выход из любой ситуации найти мой. Так, тогда мы пойдем дальше. Магда, скажи, пожалуйста, были ли какие-то сомнения при записи на курс, что он тебе не подойдет, не поможет и результатов никаких не будет? Да, сомнения, конечно, были, но они были настолько недолгосрочные, длились у меня буквально 5-7 минут, потому что я просто поставила себе четкую цель. То, что какая разница, то, что если я сейчас буду сомневаться, буду просто терять время. А я и так очень много в свое время потеряла. Колоссальное время было утеряно. И эта мысль о том, что я буду еще об этом думать, у меня будут еще несколько дней, я буду копаться в себе и искать себе жертву. Нет, футболи, нет. Нет, надо идти и просто делать. Брать жизнь в свои руки и только так. Потому что будут, сомнения будут всегда. Абсолютно всегда. Я за то, что надо все-таки пробовать. Надо делать и пробовать. Только потом делать выводы. Выводы сделаны. Сомнения нет. Все. Только делать. Конечно, не попробуешь, не поймешь. А так можно всю свою жизнь обо всем, обо всем сомневаться. Даже какую взять зубную щетку. Можно думать, несколько дней. Синюю, фиолетную. Я не хочу просто тратить свое время. Поэтому решила решиться и стала делать. Великолепно. И теперь, Магда, перенесемся именно непосредственно чуть-чуть назад в твое первое занятие. Как ты его можешь описать? Потому что именно оно всегда остается в памяти участников. Ты знаешь, да, мне было очень волнительно. Ну, сказать очень, это ничего не сказать. Это же, это же билет. Билет в новую счастливую жизнь. Боже мой. Значит, надо говорить сразу. И я поставила себе такую установку. Честно, даже сейчас замечательно, когда я вспоминаю, какая я была. и я поставила себе установку. Мне было всегда страшно. Мои ребята, которые были вот со мной в потоке, они, наверное, этого не замечали, потому что я всегда на позитиве и все. Но мне было страшно каждую секунду конференции. Я делала все, чтобы просто этот страх не выходил, потому что надо просто делать. Я стала одна из первых вещать. Протрещала, наверное, полчаса. Я видела лицо Александра. Так, ну ты говоришь на эйфории. Да нет, что? Мне сильное секалье. То есть я была в таком отчаянии вместе с каким-то ужасом и восторгом. В общем, очень такое специфическое сочетание чувств. Я прямо чуть-чуть не кричала. Это очень сложно. Это, да, я вижу комментарии, вообще не заикаюсь. Для меня звонок по телефону это кошмар. Но я буду говорить хоть пять минут здравствуйте, я скажу здравствуйте. Все равно. Ну вот. И надеюсь на поддержку и открытую речь. Но я как-то сразу вошла в контакт, потому что по жизни у меня друзей было мало, а тут такая возможность, еще все и поймут тебя. Такие же, как ты, это же скорее надо брать момент, пользоваться, заводить знакомство, круто. Вот. Но я очень рада, что ребят на самом деле не смущала моя вот такая активность, потому что я старалась поддерживать каждого, потому что я понимаю, что у всех твоя история и насколько эта поддержка важна. Ну и, наверное, тот психологический момент тоже был важный, потому что мне показывали поддержку в свое время только родители и пара близких, друзей. Вот. Я поняла, насколько это важно. Я вот углубилась, наверное, в курсе на 110%. Я им стала жить один курс. Поэтому, да, первое выступление это было эйфория, ужас и страх, но очень интересно. И вот я помню, я сказала на первом занятии Александру, я танк, я готова пахать. Он так удивился, посмотрел. Ну давай, ладно. Я уже только потом я думаю, ничего я сказала. И так трясет, как осиновый лист постоянно, так еще и вот это. Думаю, ну, значит, надо будет доказывать, надо будет делать. Для меня это была еще одна такая доп. мотивация, которая очень хорошо работает. Скажи, пожалуйста, Магда, когда у тебя появились первые результаты, плоды? Я помню, что я пошла в магазин абсолютно не задумываясь, спросила каких-то продуктов, это было на пятый день. Я выхожу из магазина с пакетами и осознание, стоп, я что, вообще что не заикнулась нигде? Прям вообще, вообще нигде не заикнулась, даже запинки не было. Я иду домой, и у меня мысли вертятся, а что происходит? А что я такого сделала? Ага, техники, точняк, техники, техники работают, надо по техникам везде. Я заставляла себя говорить по слову, я просто сжимала зубы, чтобы не давить слова. А так, да, наверное, через пять дней я истила результат. У нас всегда такое есть большое желание, как нужно быстрее все сказать, и поэтому запинки летят просто. это минимум вообще то, что у меня было. Там глухие согласные буквы, для меня вот самое любимое слово, которое было, которое я могла сказать всегда без запинок, это слово я. Ну, как бы одна буква алфавита. Их больше. И слов тоже больше. У меня еще вызывало катастрофические сложности. юмор, практика делать, и все нормально. Как, Магда, ты переосмыслила заикание и взглянула на этот мир по-новому? Ну, ты знаешь, тут такая история, то, что обычно мы все находимся очень долго в состоянии жертвы. То есть нас и так все жалеют, это тоже накладывается сильный отпечаток. Мы себя любим пожалеть постоянно. Ой, зачем? Я же буду испытывать какие-либо эмоции и все. А я, знаешь, я вошла, наверное, в такой некий драйв. Мне стало интересно, что я еще могу из себя сделать. Потому что я правда до конца не понимала, какая я на самом деле. И постепенно, постепенно с психологией, то есть иногда, конечно, мне бывало такое, что я не хотела идти на занятия, потому что я психологически не была готова. Но с одной стороны я понимала такую историю, что если я не пойду, то, возможно, я опущу для себя что-то очень важное. Мне будет потом сложнее как-то из себя вытаскивать, наращивать, избавляться от чего-то. Поэтому ну как-то так. Я настолько заболела этим курсом, что я договорилась на работе, чтобы я уходила в 5 часов и мой рабочий день начинался в 8 часов. Это к вопросу о том, когда у людей нет времени на курс. Время можно найти всегда. И мои конференции начинались в 5 вечера. Я закрывала дверь офиса и с трясущимися руками включала зум. Я вещала из метро, я вещала из автобусов, на улице. У меня странно смотрели люди, но мне было все равно. Потому что так я тоже прокачивала свою некую психологию, свои страхи. Полкурса я провела в метро. У меня просто не было в другом времени, правда, чтобы успевать на конференции. Это время можно всегда найти. Я считаю, что если у вас прямо есть страсть, желание, стремление получить новую речь, то там хоть из автобусов, хоть с площади, хоть с метро, вещать можно. Главное, чтобы мы себе вот эту цель поставили, изменить себя. А уже как мы ее достигнем, неважно, любыми путями. Я помню, у меня был такой момент, когда я ехала в автобусе, надо было рассказывать басни, я их заранее себе распечатала утром, сложила файлик, еду в автобусе, начинаю зачитывать басню. И какой-то мужчина, находящийся в конце вагона, все стало орать, типа «Заткнись!» А мне было все равно, у меня есть цель, мне надо выполнить задание, все, меня никто не забьет. А ты бы ему сказала «Пошел нафиг!» Ну, в принципе, я на него посмотрела, и забрал наверное свои слова назад. Заткнись, да. Просто что-то хочешь. И все. Чем умышек считать, трудиться, лучше на себя кума обратиться, Емешко отвечал. На Мишенькин совет лишь пропал. Так, следующую басню, Магда. Секунду сложновато на улице это делать на ходу. Так, Мужик и Мужик. Мужик на лето в огород наняв посла представил ворон и воробьев гонять нахальный рот. Ну, на что не пойдешь, чтобы раскачивать себя. Абсолютно. Ну, как бы надо входить вот этот азарт, а не вот то, что боль, это боль, ничего не боль, надо просто идти и пытаться именно увидеть в этом какой-то кайф, интерес, что становишься лучше с каждым днем. И теперь, Магда, мы перейдем к последнему модулю. ой, 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 да, потому что хочу сказать, что практика это самый тяжелый модуль в принципе у нас на курсе, все то, что было до этого, это еще цветочки, так вот, Магда, сейчас буквально нам расскажи немного о данном модуле спокойно, вот уже у Магды появилась истерика, как только мы про нее вспоминаем. Воспоминание с любовью, как говорится, воспоминание с трепетом и любовью. Так как я сказала, что я очень сильно боялась, у меня был постоянный какой-то страх, стресс, как бы самое интересное, что я была вроде бы себе уже более уверена, но страх все равно есть, постоянно. И я настолько перепугалась, что я стала делать практику заранее, потому что я боялась, что я не пройду эту практику. Мне было настолько страшно, что я стала ее делать еще на психологии. Я общалась, я помню, всю неделю, в день, наверное, человек по 10, то есть 10 на 7, но у человека 700. И у нас начинается первый день по практике, я, значит, пишу Александру. Александр, такой вопрос. Я вот очень сильно перепугалась и сделала очень много людей заранее. Мне как? Сколько мне сейчас сделать людей? Он, конечно, тоже похотал на это все и говорит, ну, я не знаю, что ты стал раньше ее делать. Она у нас еще не началась. Я объясняю, мне было настолько страшно, что я стала делать это сейчас. Ну, потом у меня начались звонки. Моя, наверное, была безумная нелюбовь. Сейчас абсолютно спокойно, нормально со звонками. И, наверное, окончательно такой момент я поняла, что я правда провела хорошую работу, когда я решилась позвонить в прямом эфире. То есть, вот, идет с Александром конференция трясущимися руками, набирая какой-то номер совета. Кажется, а, это была стрижка. я уточняла трясущимися руками кое-как фокус мысли я словила. Сначала мысль, потом действие. Сначала я была готова к позору, но, оказывается, нет. Я нормально, спокойно сказала. Я просто всего отключилась и держала фокус. Все. Все спокойно получилось. Ну, и потом, конечно, я стала делать уже 20 звонков в день, иногда 30, и потом я поняла, что так, я вошла в кураж, мне уже это несложно, значит, отработано. Сейчас иногда я для себя могу пару раз куда-нибудь звониться по делу, я уже даже не думала о том, как, что я скажу, как я буду выглядеть, вообще не волнуйся. Просто надо позвонить, я звоню, и все. Ну, понятно, что у нас вот так вот будет начать А самое любимое, помню, когда ты только уже соберешься и там в конце, на конце провода говорят, извините, вас очень плохо слышно, перезвоните, ты только устра и все. Блин, на конце заново надо звонить. Такие прям живые воспоминания. Я вот помню, чтобы себя настроить, кому-то необходим был час, два, то есть ты сидишь и думаешь, сейчас, сейчас, сейчас я позвоню, нет, потом, опять, и там, наверное, с десятой попытки ты уже решаешься набрать этот номер, и черт, а если никто и не возьмет, то все это зря было. Я помню, у меня так было, мне охватило в какой-то момент ярости, я готовилась к звонку минут сорок и постоянно что-то отвлекало все, я даже не заметила, что был такой момент, что уехал входящий звонок, я спокойно на него ответила, вообще без запинки, без всего, а потом так же, еще минут двадцать тряслась, чтобы позвонить, вот это, конечно, классно, просто, что за логика, ой, да. Мозг, это такая история, очень интересная. Я вообще хочу сказать, что вначале всем сложно, и в том числе Магде, если она спокойно могла выступать на занятиях, у нее, в принципе, если внутреннее волнение было, то внешне это было незаметно, то есть запинок не было. Но вот как только была первая практика, как раз вот это все вылезло, и она просто шла напролом. В то время, как другие кто-то боялись, она шла в магазины, звонила, сделала, я не знаю, сто попыток, и тогда у нее уже начало получаться нормально. и неважно, какое у вас заикание на старте, пусть будет миллион запинок, дикий страх, ужас, но если вы прямо будете много пытаться, сделайте много подходов. у вас есть выходники? Помню на практике у меня была такая история, я 15 раз, я 15 раз я разворачивалась около магазина, я разворачиваюсь, ухожу, прихожу, и вот так вот 15 раз, и потом я стала думать, так, ну в смысле, у тебя есть техники, ты отдала курс, ты отдала деньги за этот курс, ты, значит, уже накачана по психологии по полу, у тебя все есть, что будет, если даже ты прозаикаешься 20 минут у кассы, ну и что, что там будет очередь, что ты попробуешь. Ну, я спокойно, я начинала у себя улыбку внутреннюю, была, не была, даже ничего не потеряю от этого, есть следующий магазин, прекрасно, у меня просто была сложность такая, то, что когда я возвращалась с работы, иногда это было поздно, иногда занятия смотрела на работе, выходила в туалет, когда была моя очередь от меня вот там, и уходила обратно на работу, и многие магазины были закрыты, но ничего страшного, я находила торговый центр, которые работают до полночи, я ходила туда, я заикалась, я ходила в разные бутики, даже, чтобы еще больше было стресса, мне же мало, да, стресса, еще надо, чтобы вот так вот, чтобы уже вот, аж, не могла дышать, правильно, мне надо еще больше, я встал, и потом, я поняла уже, наверное, что после вот десятого подхода в магазин, разный, что мне уже просто становится где-то пофигу, буду я заикаться или не буду, и вот тут у меня уже пошло, то есть, когда я поняла, что это не страшно, просто те же самые люди, которые, могут подольше подождать, чем обычную речь, и никто не будет тебя бить и смотреть на тебя, как будто ты умственно отсталый человек, который просто мучает другого, вообще нет, людям все равно, заикаешься ты или нет, они просто делают свою работу, и ты делаешь свою работу, просто над собой. Номер телефона? 8-964-144-86-77. Сейчас поступит звонок на наш телефон, мы не скажем. Угу. 964-144-86-77. Да, да, да. У вас уже есть карта. А, у меня уже есть карта? Я просто не знала об этом. Да, Магда, я здесь с тобой согласен. Нас никто в полицию не заберет, если мы слово сказать не сможем. И теперь Магда у нас настоящая звезда, у нее есть свой аккаунт в Инстаграм, где она делится своим опытом, какими-то полезными фишками по психологии, мышлению. И также, вы только вдумайтесь, Магда побила все рекорды и провела прямой эфир на 6 часов, без остановок, еды и воды. И это на самом деле представить очень-очень трудно. Потому что, мне кажется, только 0,5% населения земного шара на такое способны, если не меньше. Привет всем. Опять четвертый раз, да, прямой эфир. Круто! Привет! Привет! Очень рад знакомству. Взаимное. Мы тоже очень рады. Как дела, настроение? Все отлично. Клево что зашел. Слушай, есть чем поделиться с участниками? Расскажи, мы, например, с Олей 6 потока, а ты с какого? Я с 4. Угу. Расскажешь нам, что как? Александр. Здравствуйте. Как мы рады вас видеть, Александр. Спасибо. Итак, ребята, всем привет. Сегодня мы поговорим о том, какие мы были, какие мы сейчас, какие у нас были метаморфозы. И у нас есть очень интересный гость. Подбадривать людей, ощущать их, давать им вот эту легкость, которая им очень нужна. И это очень здорово. Мотивирует. Вот прям и меня ты, мне ты очень много слов сказала хороших, которые меня очень сильно замотивировали. Очень сильно сказали. Мария, как дела? Спасибо. Рада слушать. Слушай. А, видела эфир один из? Заходила? Мне теперь на работе говорят, что я блогер. ха-ха-ха. Я не знаю. Я не знаю, откуда у меня столько информации было, потому что ну как-то это и ребятам большое спасибо. Все были очень активны. Вот. И был такой поток, скажем так, идей, мыслей прямо на легкости. Такое было здорово. Я себя сдерживала, ну так, лет 29, наверное. ха-ха-ха. И также у Магды есть свой YouTube-канал, где она выкладывает и делится интересными рецептами. Так что не забудь подписаться. Такие подписчики. Меня зовут Магда и вы находитесь на канале Жизнь и Еда. Очень рада вас видеть сегодня. И первое видео будет о очень аутентичном блюде, которое я изначально увидела в Судане. Я жила там целый год и в возрасте восьми лет познакомилась с различными особенностями данной культуры восточной. Что мы знаем о Востоке? То, что это пряности, это специя, это что-то неожиданное, яркое и очень-очень вкусное. И тогда мы идем дальше. и следующий вопрос у нас будет такой. Как, Магда, на тебя повлияла работа в команде? Как сказались на тебе другие участники, их поддержка? Ой, я помню, у нас же еще была ежевая встреча с некоторыми участниками, и когда я попала на жевую встречу, во-первых, конечно, я сначала оторопела, потому что это было буквально через три недели после начала курса. Я такая веселая, немая, истеричная, боящаяся, влетаю в незнакомый дом, там уже сидит, наверное, порядка человек так двадцати, и вот это вот секундное внимание на тебя все вот так вот смотрят, а ты такая Магда. И все. И там мы стали, во-первых, мы вместе жили, пробу говоря, несколько дней, нас это очень сильно сплотило, вот Олег на меня произвел впечатление, там, Виталик, Леша дружинин, ну и вот с Олей рулик, мы очень хорошо пообщались, мы до сих пор общаемся, и она очень сильно меня подстегивала тем, что я видела, как она методично все делает, как у нее все получалось, да, где-то запивнички были, но вот она для меня была на курсе прямо таким очень сильным примером, наверное, потому что она беспрекословно вот все делала, она задавала немного вопросов в отличие от меня, потому что у меня же вопросов полно, я вообще не понимаю, что происходит, что происходит с моим телом и с моим мозгом, вообще нет, она очень спокойна, методична, мы потом на практике пошли с ней тоже как в паре, у нас были работы в парах и она прямо вот меня очень сильно заряжала и давала очень сильную поддержку. И улыбаемся при этом, улыбаемся. Вот все. по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, напевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Да, ну и на самом деле у нас очень много ребят о нашем потоке, я помню, которые оказывали сильную поддержку. Вот, например, у Меджона, помнишь? Ну, конечно. Ты просто директор службы поддержки, директор. Прозаикаешься. Нет, вы молодец, вы молодцы, вы потрясающие. все, каждый день. Какой пацан у тебя. Очень здорово. То есть всех поддерживали, все искренне пытались как-то помочь, подсказать, общались между собой активно, чего, какой опыт. Это очень сильно помогало. Поэтому, что касается работы в группе, это всегда намного более эффективно. Да, мы с вами за вот этот период курса стали одной большой семьей, где все друг друга любят, друг друга поддерживают. Это на самом деле классно. И дает большой толчок двигаться вперед к своей цели. очень главное не сдаваться просто. Не жалеть, не уходить в жалость, а именно идти дальше. Скрипя зубами, но идти. Идти до конца. Хорошо, спасибо, Магда. И последний, наверное, на сегодня хотел бы задать вопрос. Вот, теперь у нас курс закончился. И какие твои дальнейшие планы на жизнь? Ты ушла с работы, и теперь возможно тебя ждет что-то новое? Это сто процентов. Это сто процентов, потому что, во-первых, мне всегда очень нравилась психология, наверное, завитание тоже сделала все-таки плюс в моей жизни, потому что я была очень наблюдательным всегда человеком, мне всегда было очень интересно наблюдать за людьми. И святие сексе мне стала очень интересна психология. Как-то я стала увлекаться с этим ЛИС-14 и поняла то, что я достаточно хорошо ощущаю людей. Но ввиду взыкания я, конечно же, не могла даже думать о том, что психолог, консультации, что нет, 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 ужасном сне. Вот, сейчас, да, я уже как где-то месяц или полтора месяца, я уже не помню, я волю с работы, я настолько счастлива, потому что буквально после моего ухода все сократили в половину зарплаты, стало еще больше работы, и это очень большой стресс. Я поняла то, что водить себя в стресс, если ты не растешь, в этом смысла особого нет, надо реально кайфовать от жизни, кайфовать от себя, и спасибо этому курсу за то, что я стала намного более уверенной в себе, мою уверенность, чтобы сейчас пробить, я не знаю, что надо сделать, я правда не знаю, я делала такие вещи после курса, как пела в фен на Арбате, это одна из больших таких улиц в Москве, ходила с пылесосом, общалась с людьми, у меня раньше это было что-то заоблачное, а сейчас я понимаю, нет, все только в нашей голове, если мы думаем, что это странно, значит, остальные будут также на это реагировать, если у тебя же это нормально, то у тебя даже реагировать и в данный момент план, ну как, также оставаться куратором, это 100%, я кайфую от общения с людьми, раньше у меня такого не было, мне очень хочется залить в каждого и вычистить, у каждого есть какая-то хрень в голове, залезть в душу, да, просто залезть и вот так вот тряхануть нормально, чтобы все какие-то сомнения, все украинцы, и, конечно же, да, как я сказала, это куратор, что хочу потом чуть более плотно заниматься психологией, ну и как все наладится, хочется больше путешествовать, чтобы там тоже свою речь хотеть, ну да, Магда, как все границы откроются, я жду тебя в Италии, ой, Леша, очень хочу вериться в живую, пизун, очень хочется, и мне очень самое нравится Италия, поэтому обязательно шутки, Костя. Да, хорошо, спасибо большое, Магда, за интервью, был прямо безумно-безумно рад видеть, за великолепный такой рассказ, вот ребята, Магда сияет, Магда улыбается, и я уверен, что обязательно тоже у вас все получится, поэтому кто нас смотрит, мы вас ждем, записывайтесь, не ждите, нужно менять себя, свою жизнь, за вас никто другой этого не сделает. от себя еще могу добавить, то, что, ребята, это будет одно из лучших ваших вложений в вашу же жизнь, вы даже не представляете, как ваша жизнь может измениться, если вы перестанете себя жалеть и перестанете постоянно жить в этом страхе, вместе с жалостью, обидой на весь мир, мир не виноват, то, что вы такие, но вы можете быть более интересными, более яркими, то, что у вас есть, просто вы боитесь это признать и боитесь над этим работать. Работайте над собой и будет все великолепно. Спасибо, Магда, у всех внутри есть таланты, но их нужно из себя достать и раскрыть. На самом деле это так. Все, спасибо большое всем, пока-пока. Леша, огромное тебе спасибо, очень классное интервью. Ну что, попробуем попеть сегодня немножко? Не могу понять никак все эти глупые доводы. И ты на одном конце провода, а я на другом конце провода в тишину молчу.